Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Наука Жизни. Людям свойственно интересоваться судьбой страны, в которой они живут. Ведь это напрямую связано с их собственной жизнью. И давайте мы посмотрим, что же предсказывала Ванга о России. Дословно Ванга говорила, добыча нефти прекратится. «Земля будет отдыхать» в 2018 году. Россиян это может напугать, ведь экономика России по большей части зависит именно от развития нефтегазовой промышленности. Но, произнося это пророчество, Ванга говорила о планете в целом. В предсказании Ванги на 2018 год для России было много положительных моментов, один из которых – подъем экономики. Возможно, это значит, что российская экономика освободится от нефтегазовой зависимости и поднимется на новейшем источнике энергии, который изобретут российские ученые. Ванга пророчила нашей стране возвращение уважения других стран и статуса великой державы. Крым, согласно предсказаниям, будет находиться под властью крымских татар. Но весьма короткое время. Россия и Украина найдут компромисс и поймут, что они братские народы и конфликт между странами будет ликвидирован. Будущее – это тайна вселенского масштаба, покрытая семью печатями и притягивающая к себе словно магнит. Мыслями человек всегда хочет заглянуть в свое будущее, получить возможность исправить, подкорректировать, но страх узнать правду часто останавливает. Существуют вещи, о которых лучше не знать. Разум может не выдержать такой нагрузки. Но в то же время есть и то, с чем мы вполне можем познакомиться и даже направить в нужное нам течение жизни. Предсказатели давно уже предложили нам свою помощь. На предсказания Ванги на 2018 год нельзя смотреть однозначно. Но обо всем по порядку. Раз в определенный период мировоздания появляются предсказатели, одной из самых ярких была Ванга, жившая совсем недавно и во многом оказавшая помощь жителям нашей страны, как и в прочем самой стране. Более 50 лет ее имя известно каждому поколению во всем мире. Предсказания Ванги на каждый год ждут с нетерпением и изучают с большой тщательностью. Наука по сей день затрудняется объяснить способность, которой она владела. Но факт остается фактом. Сказанное сбывается с точностью. С раннего детства девочка предсказывала судьбу людям и исцеляла. Ослепла она в 12 лет, но дар открылся позже, примерно в начале войны. Кстати, многие пророчества, касающиеся этого тяжелейшего периода, сбылись. За всю жизнь прорицательница помогла примерно 2,5 миллионам людей, кого-то излечив от болезни, а кого-то направив на правильный путь. О чем глобальным рассказала предсказательница? В мире сбылось очень много предсказанного этой женщиной. Одними из самых значимых пророчеств было первое накануне Великой Отечественной войны. Воин в латах во сне предупредил ее о Великой битве, которая затянется на несколько лет и унесет множество жизней. Известными были ее слова о полете стальных птиц осенью над Соединенными Штатами Америки, которые понесут за собой много крови. К величайшему сожалению, трагедия 11 сентября не заставила себя ждать. Не осталось незаметным и предсказание об ушедшей на дно и подводной лодке, которая унесла жизни всему экипажу. Именно она предсказала Крымскому полуострову единую судьбу с Россией и разделение таковой с братьями славянами западной территории Украины. Кстати, были там и моменты о его дальнейшей судьбе. Небольшое время им будут владеть лишь крымские татары, а полуостров будет иметь статус независимого государства. Затем, по словам Ванги, он может стать территорией Турции, где расположены любимые курорты россиян. Но есть и предсказания, которым слава небесам сбыться не удалось. Ванга дала нам понять, что в начале 2-го десятилетия 21-го века начнется война, которая продлится 4 года и уничтожит большую часть земного шара. Об этом же говорили и другие ясновидящие. Несмотря на то, что на Земле царит мир, она была не совсем не права. Холодная война все же на планете ведется. Экономический кризис, разработка нового оружия, политическая нестабильность всего мира наносит огромный вред. Итак, 2018 год. Какой он будет для нашей страны? Слова, выходившие из уст ясновидящей, были не точными, не пикирующими, а косвенными, часто иносказательными, поэтому и трактовать можно совершенно по-разному. Даже ее сказание о молоке, которое станет совершенно не питьевым напитком, можно принять за правду, ведь то, что продают сегодня в магазине для человека, выросшего в деревне, и будет непригодным к употреблению. А предсказания о пустой Европе, которая ожидается в начале 2018 года, также можно истолковать в переносном смысле. Культура и духовная жизнь этой части Земли давно уже опустела, и кто знает, к чему приведут ее последние политические события. С ее слов, в 2018 году мировой империей станет Китай, что вполне понятно, и экономика, и армия растет. Наверняка уже нет ни одного государства на Земле, которое бы не пользовалось чем-либо созданным в этой стране. Будем надеяться, что эта спокойная нация не агрессивна и не склонна к войнам. Правда, и у нашего государства не последнее место в списке мировых лидеров, наряду с Китаем, а также Индией, они будут великими державами во всех отношениях. «Существует предсказание, что наш президент так или иначе будет долго вести страну, делая ее с каждым годом все сильнее и сильнее. Если он добровольно не захочет управлять ей, то нам предрекают, что воспитанная им смена не разочарует страну. Наша Родина не почувствует особых перемен, все пройдет по накатанному пути». Россия лишь еще больше расправит свои плечи и станет влиятельной державой для всего земного шара. Духовные ценности и вера выйдут на первый план. Даже молодежь будет стремиться вырасти в глазах взрослых ради общей цели – единения нации. В 2018 году ученые активно займутся разработкой бесконечного источника энергии, на который будут положены силы многих великих умов. Появятся новейшие разработки электронных устройств отечественного происхождения, которые, к сожалению, также пока не найдут своей аудитории. К сожалению, этот же год положит начало разрушению природных ресурсов, хотя экологи очень тщательно будут бороться против негативного влияния. Ванга сказала, что в этот период трава станет серой, а деревья покроет металлическая пыль. Такое вовсе не мудрено, в 2018 году машин прибавятся, ведь даже наш автопром планирует отличиться, а машины и траву губят, и деревья травят. Природе вообще очень трудно уживаться совсем искусственным, кстати, как и человеку. Именно поэтому Ванга предсказывала, что в 2018 году люди начнут отворачиваться от природы, потому и увеличится количество людей, обнаруживших у себя лучевую болезнь. Что ожидает планету в год собаки? У мира будет много забот, чтобы на время не мешать развитию нашего государства. Южная Европа будет решать финансовые проблемы, остальная ее часть – проблемы эмиграции людей и уже эмиграции коренных жителей. Люди из африканских и арабских государств начнут заполнять эти земли, несмотря на то, что мы и сегодня наблюдаем это явление. Именно в 2018 году положат начало великого переселения. История станет меняться для этой части земли. К общему благополучию россиян Америка слегка успокоится и займется внутренними проблемами. А вот отношения с нашими соседями славянами, к сожалению, не стабилизируются, но и больших неприятностей с той стороны не последует. В 2018 начнется волнение среди духовных лидеров. Это в большом количестве связано с переселением, так как именно переселенцы привнесут свое и притеснят чужое для них. Самая крупная христианская религия активизируется и первая начнет искать выход из такой ситуации. Как ни парадоксально это звучит, но далеко в будущем именно Ванга предсказала появление новой религии после того, как старым придет в голову идея уничтожить друг друга. На наше счастье, это предсказание относится к 22-23 столетию. Много перемен ждет в мире электроники и техники, но вот только природа не будет стоять безмолвно в стороне. В 2018 аномалии и магнитные бури будут сводить с ума метеозависимых людей. Погода будет постоянно меняться, север вновь увидит жаркое лето, а юг – холодную зиму. Стоит ли верить предсказаниям? Верить или не верить предсказаниям сугубо личное дело, но как ни крути, очень многое исказанного прорицателями сбывается. Нам же, простым людям, стоит прислушаться к подобным пророчествам, ведь именно от нас зависит будущее страны и мира. Даже если все предсказания Ванги на 2018 и последующие года не будут правдой, хотя уже видно, что здравый смысл в этом есть, надо строить свою жизнь согласно законам природы, а не в угоду своей тяги к комфорту. Хотя, безусловно, новые технологии, несмотря на великий вред, исходящие от них, радуют мир от мала до велика. Субтитры создавал DimaTorzok